Воздушные потоки разносят частицы по всей поверхности планеты. Они в небе, на земле, в воде. Они везде. Мы полагаем, что через год машина сможет захватить всю планету. Зачем? Конец примитивной органической жизни. И заря более совершенной эпохи. Все сущее будет подчиняться его разуму. Маргеллоновая болезнь – это редкое заболевание. Первый случай которого был зарегистрирован в 2002 году в США. До этого болезнь тоже встречалась, но не получала огласки. Некоторое время людей с этим диагнозом лечил психиатр. А саму болезнь называли бредовым паразитозом. В 2002 году Мэри Лейтау обнаружила у своего сына Дрю кожные поражения. Мэри вынула у ребенка из раны на лице темную нить. Дрю также жаловался на зуд. Говорил, что по нему ползают букашки. Мальчик был показан всевозможным врачам, которые признали его здоровым. Но симптомы не прекращались. Поскольку до беременности Мэри работала лаборантом, она смогла исследовать под микроскопом волоски, извлеченные из язвочек на коже сына. Это позволило ей сделать вывод, что волокна не являются частью одежды, постели или игрушек. Всего того, с чем прикасался ее ребенок. Женщина занялась поиском информации. Вскоре ей удалось найти в интернете сотни людей со схожими симптомами. Маргеллоновая болезнь появилась еще в 17 веке, когда впервые была обнаружена у детей из семейства Маргеллонов из французской области Лангедок. Собственно, именно Мэри Ли Тау дала название болезни, которое упомянуто как Маргеллонов в статье английского писателя Томаса Брауна, где описывалось, что после купания в водоеме из кожи детей в целой семье доставали черные волоски. Мэри Ли Тау организовала фонд Маргеллонов Research Foundation и добилась от правительства Соединенных Штатов Америки и решения по изучению нового инфекционного заболевания. Характерные симптомы Маргеллоновой болезни сочетают в себе сильный зуд, ощущение ползания под кожей насекомых и других существ, возникновение язв, из которых появляются разных цветов волокна и нити. Раны часто заживают, оставляют после себя рубцы, но в скором времени появляются на других участках тела. Иногда возникают мышечные судороги, опухание суставов, депрессия. Общий анализ крови при Маргеллоновой болезни в норме. Заболевания нет в международной классификации болезней, а значит, такого диагноза не существует. Однако многие врачи признают болезнь. Существует множество версий догадок относительно того, откуда пришла эта напасть. Одни исследователи утверждают, что причина кроется в генетически модифицированной сельхозпродукции. Ведь известно, что для ее создания встраивают в гены растений животные гены. Другие винят бактерии, характерные для растений. Якобы человек заражается из почвы или через клещей. Кое-кто придерживается версии, что это текстильные волокна, попавшие в язвочки из одежды и каким-то чудом ожившие. Дэниел Элкан в журнале New Science описывал одного из пациентов, который годами обнаруживает волокна, похожие на гибкий пластик. Некоторые извиваются зигзагообразно. Они тонки, как шелк паутинок, но достаточно крепки, чтобы даже порвать кожу, если за них потянуть. А некоторые уверяют, что болезнь маргеллонов – новый вид биологического оружия. В январе 2008 года CDC выдал ученым грант в размере 300 тысяч долларов на проведение трехлетнего исследования болезни маргеллонов. Первым исследователем стал Рэнди Ваймар, которому почти сразу же удалось определить, что это не расстройство психики и не последствия употребления ГМО, и даже не вредоносные текстильные волокна. Кроме того, он полностью отверг предположения о червях и насекомых. По мнению Ваймара, нечто паразитирующее на человеке материализуется внутри тела. Однако, даже после ряда проведенных анализов ученый не смог определить природу волокон. Материал передали криминалистам. Они провели спектроскопический анализ. Но он также не выявил схожести ни с одним известным волокном, как и проведенный позднее. Хроматографический анализ на органическое происхождение. Но все волокна от разных пациентов были весьма похожи друг на друга. Профессор биохимии Нью-Йоркского университета Цитовский определил, что в волокнах присутствует определенный род грамотрицательных бактерий. Агробактериум. Эти бактерии могут трансформировать растительные и животные клетки при помощи специальной плазмиды. Наглядно результатов работы этих бактерий можно увидеть в виде наростов на стволах деревьев. Их также используют в генной инженерии для создания ГМО. По данным исследователей из Университета штата Нью-Йорк, агробактериум представляют собой универсальную машину по переносу генов и созданию чужеродных белков. Следовательно, они также могут изменять и ДНК человека. Таким образом, могут считаться одной из вероятных причин болезни маргеллонов. И уже совсем недавно, в 2012 году болезнь маргеллонов была окончательно признана реальной проблемой. Были проведены исследования кожи, волос, тканей и другого материала от пациентов с помощью современной аппаратуры. Были выявлены генетические ошибки в ДНК клеток волос и кожи. Кроме того, стало известно, что волокна содержат кератин, структурный белок кожи. То есть, создателем их является сам человеческий организм. Они не имплантированы в кожу. Возможно, их происхождение может быть обусловлено перекрестным загрязнением ДНК человека от ГМО. Определив, что возбудителями болезни могут быть бактерии, ученые задались вопросом, каким образом они попадают в организм. Так появилась еще одна, пожалуй, самая экзотическая версия, что причиной являются так называемые химиотрассы. Дэвид Айк, писатель, исследователь, публицист. Я говорил со многими людьми, которые страдают от маргеллоновой болезни. Она возникла в то время, когда только начали появляться химтрейлы, и люди стали обращать на них внимание. Люди начали обнаруживать технологические формы жизни в своем организме. В описании Рея Курцвелла, «Нового мира», который вот-вот наступит, говорится об искусственном интеллекте, своеобразном виде разумной технологии по типу маргеллонов. Эта технология даже получила свое название «разумная пыль». На сегодняшний день все вокруг можно отнести к разряду разумных вещей, потому что все они связаны и подсоединены друг с другом. Речь идет именно об этом, о создании разумной сети. И без всяких сомнений все эти частицы падают на нас с неба в виде химтрейлов. Они причиняют вред не только человеческому телу, но и окружающей среде. Нанороботы маркируют и оставляют информационный свет на всем, что нас окружает. На камнях, на деревьях все они превратятся в разумные создания. Курцвелл утверждает, что они внедрят технологии искусственного разума во все аспекты окружающей среды. Как они могут это сделать, если только они не начнут распыление этих веществ при помощи химтрейлов? Больные маргеллоновой болезнью являются людьми, чьи тела отторгают эту технологию, и у них возникает ряд физических симптомов. Все это выходит из их тел, потому что их человеческая иммунная система пытается их вытеснить. Главной целью является не просто подключение человеческого разума к искусственному интеллекту, на самом деле их целью является совсем другое создание синтетических человеческих существ. Поэтому они уже сегодня открыто заявляют о развитии синтетического генома. У нас будут нано-боты в связи со стремительной тенденцией уменьшения размеров техники. Они будут циркулировать в мозге по капиллярам и по сути соединять наш неокортекс с синтетическим неокортексом в облаке, предоставляя расширение нашего неокортекса. Сегодня у вас есть компьютер в телефоне, но если вам понадобится 10 тысяч компьютеров на пару секунд для расширенного поиска, вы сможете воспользоваться этим в облаке. В 2030-е, если вам понадобится дополнительный неокортекс, вы сможете подсоединиться к нему в облаке прямо из мозга. Скажем, иду я и вижу «О, Крис Андерсон! Он идет ко мне! Хорошо бы сказать что-нибудь умное! У меня 3 секунды! Моих 300 миллионов модулей в неокортексе не хватит, мне нужен еще миллиард! Я смогу получить его из облака, и наше мышление станет гибридом биологического и небиологического мышления». Джулиан Асанж, журналист-основатель Викиликс. На сегодняшний день уже существуют разработки, которые, как я полагаю, уже используются секретными службами, которые представляют собой микроскопические электрические микросхемы, которые могут быть распечатаны на бумаге, добавлены в краску или на стенные покрытия. Они активируются сигналом станции GSM, когда через них проходит радиоволна, излучаемая установкой GSM. Это дает им энергию, достаточную для выполнения определенных функций в течение ограниченного времени. Это своего рода дьявольские пылинки, наделенные разумом, которые, подобно конфетти, разбросаны повсюду, и их можно обнаружить практически во всех предметах. С неба распыляются микроскопические, изготовленные по принципу нанотехнологий, сенсорные датчики, которые с воздухом и пищей попадают в организм человека. Когда сравнили образцы волокон, химиотраз и тех, которые извлекли из ранок жертв болезни маргеллонов, оказалось, что волокна, распыляемые из самолета, это своего рода зародыши тех, что растут в теле больных. То есть, они находятся в предмаргеллоновской стадии, а те, что извлечены из ран заболевших, напоминают тончайшие нано-провода. И вот, спустя некоторое время, шокирующее заявление сделал Джефф Рене, радиоведущий лауреат престижной журналистской премии, он выступил с новым определением болезни маргеллонов. Рене утверждает, что болезнь маргеллонов это продукт вторжения нанотехнологий в человека извне, проявляющегося в виде самореплицирующихся трубочек, проводочков и цветных волокон с множеством датчиков или антенн и объектов других видимых конфигураций, части из которых переносят то, что может оказаться генетически измененными или сращенными ДНК. Если говорить проще, то нанороботы, попадая в организм человека, копируют его клетки, видоизменяют их и программируют ДНК на создание таких измененных клеток. Везде, где может, он создает копии себя. Воздушные потоки разносят частицы по всей поверхности планеты. Наночастицы могут с кровотоком проникать в легкие мозг любые другие части тела. Там они копируют ДНК микробов или клеток, с которыми контактируют, производя еще больше бактерий, больше клеток и путем самосборки превращаются в полном размерные нано-проводочки. И возможно, именно этот рост и строительство человек ощущает, как чью-то возню под кожей. Нано-роботы действуют слаженно, как единый организм по принципу улья, подзаряжаясь от биоэлектрической энергии человеческого тела, подпитываясь его минералами и другими элементами. Кроме того, они способны принимать информацию посредством микроволн, ультрафиолетового излучения и электромагнитного поля. Доктор Стенниджер считает, что нановолокна могут распадаться на наночастицы и с кровью проникать в легкий мозг и другие органы человека. Не исключено, что все это делается, чтобы дистанционно производить психотропную обработку населения. Очень удобно, ведь умная пыль может проникать куда угодно, тем более ее можно программировать химически, то есть направлять на определенную субстанцию. Значит, это был где-то июнь месяц, жарко, спали мы, там еще окна старые у нас были, не новые, и створки такие узкие были боковые, была открыта эта боковая створка, и только я заснул, это был, наверное, где-то я посмотрел потом, минут 15-3 утра. и гляжу, жена через меня переползает и в окно, в эту створку, поскольку створка была узкая, она боком-то пролезла, а талии не позволила дальше. Я сразу ее за ногу оттуда вытащил, и она очнулась. Я посмотрел, стоит в переулке машина с этими подфарниками включенными, как раз в зону действия, где окно открыто. Я сразу закрыл эту створку, спрашиваю, ты что, что ты хотел выброситься-то? А мне, говорит, вот, как сон снится, что тебя там убивают, все, и мне надо тебя спасти, и я как будто в дверь выхожу, значит, и я туда и хотел выйти. Некоторые сенсоры, находящиеся в химиотрассах, могут определять цель по запаху или по вкусу. Затем информация, поступившая от них, сканируется с помощью различных лучей, ультрафиолетовых, рентгеновских и прочих, и обрабатывается. Сейчас ведутся работы по созданию сенсоров, способных идентифицировать человека по его индивидуальному запаху. В это трудно поверить, но нано-датчики уже способны не только слышать, но и обонять и осязать. Пол Чарукури, доцент химической лаборатории университета Райс. То, что мы изобрели, и мы пока это сделали в лабораторных условиях, а сейчас мы рады сообщить об этом мировому сообществу, называется процессом Теслофореза. Это открытие было сделано еще несколько лет назад, и сейчас мы продолжаем над ним работать. Чтобы объяснить, что такое Теслофорез простым языком, это самоорганизация наночастиц с помощью дистанционного воздействия, образования очень длинных соединений материалов. И что мы конкретно сделали? Так как у нас здесь в университете Райс было много углеродных нанотрубок, и мы выяснили, что эти нанотрубки сами соединялись друг с другом, образуя токопроводящие нити под воздействием этого электрического поля. Картер Китрилл, исследователь из университета Райс. Основная мысль заключается в том, что в прошлом мы могли построить электросхему только при помощи физического контакта, а в данном случае мы имеем дело с дистанционным построением электросхем, и как вы видите, это делается с помощью Теслофореза. Смотрите, какие длинные нити получаются. Мы поняли, что катушка Тесла способна это делать, если она устроена создать перед собой очень сильное электрическое силовое поле, которое заставляет самособираться эти частицы. Это и есть техническая сторона этого процесса. Линдси Борнхонт, аспирант Техасского университета A&M, ведущий автор исследования Теслофореза. Теслофорез это процесс, который касается не просто построения токопроводящих нитей, но также он используется во многих других областях, таких как биомедицинские технологии, а также в сфере силиконовых материалов и в исследованиях различных проводниковых материалов. Это также связано в целом с нанотехнологиями. Этот процесс обладает большими возможностями по выстраиванию самообразований, например, в биологии, без нашего участия. Некоторые клетки мы называем их паутиной, они похожи на нити, которые создают паук, и они очень похожи на паутину. Они разрастаются в разные стороны, подобно тому, как их создают паук. К этим открытиям не приходила еще ни одна наука. Технология, которым мы дали название Тесла Форес, позволяет нам при помощи электрических силовых полей манипулировать достаточно большими объектами и на достаточно большом расстоянии. Влияние трансформатора Тесла может не только заставить нанотрубки самособираться в проводящей цепочке, это также может привести в действие собранную таким необычным способом электрическую схему. В эксперименте, от которого показано приведен в видеоролике, исследователи могли заставить нанотруб соединить между собой два светоида, которые начали светиться под воздействием индуцированного трансформатором электрического тока. Ученая Джейм Смит проанализировала химический состав тех материалов разных цветов, которые называются квантовые точки, которые из нее выходили. Она выяснила, с какими химическими элементами соотносились эти разные цвета. И после ознакомления с этими публикациями можно обнаружить сферы применения этих изобретений. Одна из них называется «Сбор сигналов от ДНК и перевод их в читаемый вид». То есть мы имеем дело с блоком записи считывания. С помощью этих материалов можно считать гнев одного человека, оцифровать и передать его с помощью антенны сотни людей. Эти вещи управляются микроволнами. Они светятся, меняют свет, мигают. Существует видео, в котором показан этот предмет, который Джен Смит извлекла из подбородка одного человека. Это был небольшой объект, который светился разными цветами. То есть светящиеся внутри человека квантовые точки передают информацию. Углерод очень хорошо проводит электрический заряд, поэтому нанотрубки могут расти под контролем извне. Кроме того, их можно использовать в качестве нервной системы. Теслофорес в перспективе может помочь создать любую нервную ткань или сложные электрические схемы без непосредственного вмешательства в процесс. Эти нанотрубки растут и действуют как нервы, и контролируемая сборка наноматериалов может использоваться в качестве шаблона для применения в регенеративной медицине, сказала Линси Борнхофт, ученая, которая открыла процесс теслофореза. То есть можно сделать выводы. Внутри нас выращивают параллельную нервную систему, собирают электрические схемы для выполнения неизвестных нам функций. Сегодня вершится история. Никогда еще на биомеханическое слияние не возлагались столь большие надежды. Ощущения поначалу будут непривычны. Нейронные проводящие пути мозга установят связь с всенародным телом в попытке передать эстафету. Главное не сопротивляться его сигналам. Один исследователь связывает между собой искусственный интеллект, геоинженерию, разумную пыль и маргеллонов. Харальд Каутс, немецкий геолог, писатель и исследователь в области геоинженерии. Эта разумная пыль является сочетанием наномеханизмов, которые способны создавать сами себя, а также компонентов, относящихся к биосфере. Они накапливаются внутри человеческого организма и самостоятельно собираются в рабочие механизмы. Для чего это делается? Наблюдение и контроль. Еще раз напомним, что все основывается на энергии или свете, который находится внутри нашей клеточной системы. Они способны обнаружить свет, излучаемый клетками, и который передается ими в нити ДНК, превращая его в электромагнитные сигналы, которые затем идентифицируют при помощи спутников и наземных вышек. Определив частоту, излучаемую нашей ДНК, своего рода наш индивидуальный световой отпечаток, им остается только пометить его нашим именем, и они могут наблюдать за нами 24 часа в сутки. Таким образом, мы являемся настоящей системой GPS? Да, это только одна сторона медали. Если же использовать ту же схему в обратном направлении, можно использовать электромагнитный сигнал, передавая его этим микроскопическим разумным пылинкам, которые находятся у нас в теле. Они начнут излучать свет, и таким образом смогут оказывать непосредственное влияние на обмен световыми сигналами в системе ДНК. И это может нанести вред практически всем аспектам нашей жизни, которые присущи нам, как человеческим и чувствующим существам. Речь идет о наших эмоциях, интимной жизни, мыслях. Таким образом, они могут контролировать разум и интимную сторону жизни людей практически без их ведома. И мы совершенно не замечаем и то, что наш организм заражен этой разумной пылью и то, что кто-то оказывает на нас воздействие. И мы думаем и мы верим в то, что это исходит от нас самих. Нас внезапно может охватить раздражение и гнев. Это своеобразное сочетание социальной и технологической инженерии, которую проводят известные нам организации. Все это является частью их игры. Существует множество вещей, которые нам кажутся иррациональными, такие как дебаты о трансгенных посадках или глифосате Монсанто, который является сильнейшим ядом. Однако официальные власти это опровергают. Вместо выполнения своей обязанности защищать и оберегать нас, они ведут себя совершенно противоположным образом и накачивают нас всевозможными ядовитыми веществами. Также является иррациональным то, каким образом они говорят о вакцинах, а также их настойчивое стремление добавлять в их состав ртуть. Это является составляющей частью биологической инженерии, так как они не могут распылять повсюду все компоненты, которые им бы хотелось, они вынуждены использовать другие механизмы для того, чтобы внедрить определенные элементы в наш организм. Их целью является создание биологической среды, которая бы приняла и позволила развитие этих искусственных биологических компонентов, которые принимают участие в подобном формировании и сборке наномеханизмов внутри нашего организма. Все это собирается в одну общую угрозу, которая наносит нам вред из совершенно разных источников, и нам даже в голову не приходит искать между ними связь. Каким образом может быть связано сельское хозяйство с так называемым разумным обществом или разумной пылью? Как различить связь между медицинским лечением, процедурами и лекарствами, которые прописываются для того, чтобы защитить нас от болезней, и интересами самого, в кавычках, разумного общества? Определенные люди манипулируют нашим разумом таким образом, что мы полностью теряем способность соединить между собой все детали пазла, изменить наш разум для того, чтобы изменить нашу генетическую структуру. Возможно, что сейчас наша ДНК является мишенью для так теневого правительства, кроме уже известной истории ее насильного изменения. Однако самым мощным оружием в нашем арсенале является наше собственное сознание и способность выбирать другой путь. Вы поймите, что у каждого народа, у каждой культуры, какой бы она там ни была, там, Кришна, и вы его назовете, или там, еще там как-то, это не имеет значения, или Аллахом, или там, Саваофом. Это одно и то же существо, это директор земли, это начальник тюрьмы. Дело в том, что просто он находится в более зависимом положении, нежели мы люди, потому что у него есть прямые непосредственные начальники, хозяева, серые цверги. Как вы будете работать, кем будете работать, во сколько время вы умрете и так далее, все это записано в специальном реестре компьютера, который находится на Луне, который называется Судьба, или РОК. То, что мы живем, то, что мы не с этой планеты, это абсолютно точно. Все мы потомки ангелов, прилетевших с планеты Родина, на огромном космическом корабле, который называется Лунная Радуга, или Луна. Мы на данный момент разделены ретровирусами. Я просто вам говорю, как человек искушенный в генетике, понимаете. Ретровирусы из-за кваски определяют национальности. Чем ниже электрическая активность, чем больше активность микроорганизмов, запомните, вы всегда умираете, болеете, инфаркт, инсульт, стареете и так далее. Умираете только во время сна. В тот момент, когда вы просто даже засыпаете, у вас, например, изо рта может не пахнуть. Вы только заснули, какое-то время поспали, вас понюхали, у вас сразу начинает вонять изо рта. Потому что, если вы сделаете анализы, мазки и так далее, у спящего и такого человека, увидите разницу. Она ошеломляющая. Те микроорганизмы, которые живут у вас в кишечнике, в частности, которые выделяют витамин B12, цианобактерии так называемые и сопутствующие микроорганизмы, они впрыскивают вам организм морфий. И вы провалитесь в царство морфея. Умираете. Информация с вас, как говорится, считывается, убирается, вырезается, нужное накладывается, стирается, например, то, что вы лишнее увидели. Вывод какой-то сделали правильный, стирается и так далее. Загружается стволовая программа. Это каждое утро происходит. Вы слушаете и всякий раз, как говорится, зачастую становитесь целью, как говорится, для удара. Вот витамин D, он образуется, он необходим и так далее, и так далее. Цианобактерии, вот они, вот солнышко им надо, чтобы там выделялось и так далее. Дело в том, что вам скажут, что витамином D травят крыс. Хороший яд. Потрясающе, знаете, да? Дело в том, что любые витамины, любые витамины, это факторы, которые выделяют микроорганизмы в борьбе с другими микроорганизмами. Витаминный фактор, это всего лишь способ борьбы микроорганизмов, которые вас уже поимели, от тех, которые хотят вас поиметь. Но они между собой всегда договорятся. Как, например, Палестина с Израилем воюет, а когда скажут, в Россию пора, помирятся, понимаете? Вот здесь примерно такая же самая ситуация. Наномиты. Идеальные крошечные солдаты. Изначально их разработали для уничтожения раковых клеток. Но мы в Марс Индустрии с небольшой финансовой помощью НАТО открыли, как программировать их на выполнение любых задач. Например, они могут... Есть металл. Вы наблюдаете за испытанием первой в мире наномитной боеголовки. Каждый из этих боеголовок содержит 7 миллионов наномитов, способных сожрать всё. От одного танка до целого города. Как видите, наномит быстро адаптируется к поеданию всего, что встречается у него на пути. Выпущены однажды, наномиты не остановятся. Никогда. После уничтожения цели включается устройство самоликвидации, вызывающее короткое замыкание внутри наномитов, предотвращая ненужные разрушения. Эмбрион, как бы, да, он развивается из одной клетки от упрощения к усложнению. Да. От стволовых клеток, от раковых клеток, к клеткам дифференцированным, таких, из которых мы состоим. Наши клетки состоят из белков. Они воняют, ломаются. Нужен постоянный обмен веществ. Но, по сути дела, это обман веществ. Потому что обмен веществ в таких условиях, он практически невозможен. Поэтому существует множество различных корректировок, гормонов, управления, сигналов, команд и так далее. А клетки, они вообще автоматические. Клетки рода, они универсальны. Они неистребимы. Понимаете, это великолепнейшая вещь. Хвала нашему творцу-инженеру, который нас создал. Он свою работу сделал на пятерку. Понимаете? Но дьявол, дьявол просто-напросто очень сильно, как говорится, исковеркал человеческий генокод. И он деформирован. Основная моя цель и задача, как вы помните, это восстановление генетического кода человека. Я не считаю, что человек станет развитым в будущем. Я считаю, что человек был развитым в прошлом. Чтобы восстановить справедливость и вселенское равновесие, Всевышний Ра, разум Вселенной, по сути сама Вселенная, вновь вмешался в безысходно сложившуюся реальность. Прикоснувшись ко мне силой своей, он пробуждает меня ото сна совести, разрывает цепи, опутавшие мою душу и плоть. Он дает мне самому сообразить и понять, что причиной плена являются носители чужеродной информации, имплантанты. Я вспомнил свои игрушки на Венере. Наведенные извне сбои, машины могли подавлять и компенсировать, но они не были лишь в состоянии бороться с внутренними информационными программами, которые я создавал для проверки своих творений. Я постепенно разобрался и понял, что дополнительные и обновляемые носители чуждой информации, не считая ранних первичных инъекций, содержатся в новом питательном растворе. Его мы периодически стали принимать, начав работы в дефицитной зоне, вместо обычного питания. Я несколько раз пропустил прием напитка, и однажды я услышал в ушах знакомый свист включившегося мозга. Руки и ноги стали послушнее, и я незаметно стал пробираться в медицинскую лабораторию. Мои ноги буквально не касались пола, сила возвращалась ко мне. Даже мое нахождение в этом боксе без сопровождающих не приветствовалось. Здесь занимались медициной, и с момента переворота бокс стал закрытым почти для всех. Но двери даже здесь не запирались. Кто сюда войдет без разрешения, таких самовольных существ на Луне до меня не было целую вечность. Я нашел и включил единственный работающий на Луне сканер и вызвал при помощи электронного ключа отмычки отца. Каир обрадовался нашей встрече. Я попросил его оценить состояние клеток моего тела на соответствие по эталону рода. Результаты поразили меня. Я понял, почему сканеры летателей и шлюзов были отключены и разобраны. Почему нас не узнал Ир, летателя, найденного как-то на Земле? Клетки тела были сильно изменены, они содержали недопустимый уровень воды, их электрическая активность была минимальна. Наличие неизвестных типов псевдогенов и миллионы различных имплантантов предстали моему вниманию. Они были похожи на нано-машины рода, но откуда они в наших телах понять было несложно. Я проследил процессы обмена основных микробов, изготовил нужные бактериофаги, пожиратели микробов, заложил в программу период их распада, затем сделал миллионы копий для инъекций. Правда, разобраться с генетическими дефектами и неопознанными телами в клетке просто не было времени. Скоро начнется рабочая смена в боксе. Зарядив инъектор бактериофагами и поблагодарив отца, я отправился к себе. Смена в моей лаборатории заканчивалась. Хорошо меня никто не видел в лицо. Мои искрящиеся глаза излучали тихий свет счастья. Придя в свой предел отдыха, я сразу разрядил инъектор в руку. Сначала я ничего не почувствовал, но затем мысли мои рванулись с уже непривычной и забытой для меня быстротой. Тело стало необычайно легким, я начал интенсивно дышать, изо рта валил необычный водяной пар с сильным и неприятным смрадным запахом. Затем все мое тело наполнилось практически невыносимой болью. Организм кричал мозгу обо всех своих повреждениях и взывал о помощи. Когда боль постепенно начала утихать, в связи с устранениями дефектов тела, приятный всепоглощающий холод вакуума наполнил меня. Вокруг моего тела засветилась тонкая, едва заметная оболочка электрической плазмы, но затем быстро потухла. Этот короткий вздох дал мне силы, мысли и зрения стали почти нормальными впервые за столько лет. Гипнотический дым развеялся без следа и я увидел ужас смерти и беззакония, творимые больным братом моим. Я решил положить этому конец, чтобы остановить безумие брата и предотвратить неминуемую гибель корабля и землян колонистов. Я без страха обошел многие дома луны, хотя чувствовал на себе пристальный взгляд судьбы. Ра пробудил меня, а я своей речью зажег замерзшие души своих братьев, согрел их надеждой на избавление. Мое тело, как камертон, заставило зазвучать и их души. Судьба сыграла тревогу, но сделать ничего не смогла. Многие имплантанты во мне были разрушены, а в телах братьев, почувствовавших мой призыв излучения ДНК моего тела заблокировало и ввергло в спячку самые важные имплантанты и вирусы. Ра хранил меня, как отец хранит наши души и радугу. Я почувствовал это всей своей истрадавшейся душой. Вот там идет разговор Деница разговаривает с автором со мной. Я разговариваю с ним. На самом деле и Деница и я это одно и то же лицо. Потому что это ролевая игра на степень подачи информации. Но о том, что существует город, ее нельзя дать по другому информацию. Не воспримется человеком, конечно, воспринимать. Но вы должны понять, что Тартар на самом деле существует. Деница на самом деле существует. Я просто опять-таки то, что я говорю это не истинно в последней инстанции. Это анализ. Откуда я это знаю? Дело в том, что, скажем так, я мало ходил на танцы, мало ходил на танцы, все больше читал. Мое мнение, да, но оно базируется естественно на Библии, на Махабхарате, на Ведах, на всяких разнообразных источниках. Я их просто суммирую. Не вычитаю, как прочее делаю, а суммирую. Дело в том, что неважно с каким выражением лица я говорю информацию. Текст, почему разноцветный? Все пояснения внутри текста. Все данные, которые взяты из книжки с другой, они вписаны и написаны, где автор. Никаких сносок в конце книги здесь нет. Понимаете, я уважаю читателя. Все находится внутри текста. Все пояснения внутри текста. Если там не написано откуда происхождение, это моя работа, понимаете, просто зачем я буду писать, что это я сказал. Это логично, да. Но время меняется. Время меняется. Со второго раза надо объяснить, бывает. Дело в том, что там написано, что книгу читать надо около пяти раз. Потому что с первого раза у вас сформируется реестр. Со второго раза вы начинаете замечать какие-то вещи. Изменили питание, заметили еще. Знаете, сколько раз были конфликты, когда я говорю, что-то цитирую, мне говорят, этого нет, этого нет, этого там нет. Я показываю, вот, это ты дописал. Я говорю, у вас дома он написал в вашей книге, вы о чем говорите. То есть, книга создана для создания новых межнейронных связей между слухом и речью, между зрением и обонянием и так далее. Далее я предлагаю к прослушиванию запись с виниловой пластинки, которые прилагаются к второму изданию Большой медицинской энциклопедии в 36 томах под редакцией Академика Бакулева. Речь пойдет о так называемой болезни синдром Кандинского Клерамбо. Также он еще называется синдром психического автоматизма, отчуждения, воздействия. Одна из разновидностей галлюцинаторно-параноидного синдрома. Включает в себя псевдогаллюцинации, бредовые идеи воздействия психического и физического характера. Больной заявляет, что некто говорит его ртом, ходит его ногами, делает что-либо его руками. Стан с тобой говорит? Да! Мало того, что он живет в моей голове, так он еще и поболтать не дурак! Метод расспроса позволяет установить также наличие синдрома Кандинского Клерамбо. послушайте рассказ больного. Они делают мне представь, представь, говорят, понимаете? И у меня в глазах сразу представление такое является, как будто бы это действительно сейчас все происходит. Ну, а потом говорят, забудь, забудь. Я забываю, я не могу найти своей мысли. Вот что-нибудь хочу вспомнить, что, о чем, например, я сейчас с вами говорил, о чем начинается. И они сейчас начнут мне крутить такое впечатление, как будто бы мозг вращается, понимаете? И забываешь, ищешь, ищешь, не можешь найти, выключается, выключают речь, и память, и произношение выключают. Они командуют всей нервной системой, они со мной что хотят, то и делают. То вот так сделают, у меня руки вот так все задрожат, а то их сделают, так сожмут, что прям как тупые. Возьмешь, они стоят, упрут, или вот так вот забегаются. Жену выгнали, мою тетю в Сочи жила, ее перевели из Сочи в Харьков, сделали такое желание, у человека появляется желание, что ему что-то такое нужно делать. Не только над моим, вообще с кем мне приходится встречаться, все время они используют это ради и издеваются. Все, стягивается, даже волос в другой раз дымом поднимается, начинают измерять давление и крови, они сейчас в сердце удар, понимаете? тук, тук, и за место моего, значит, давления, крови, какое они хотят, такое сделают. Короче говоря, голова это не моя, она мне не принадлежит. То, что я хочу что-нибудь такое сделать, я работать хочу, хочу трудиться, мне не дают. У меня отбирают это просто-таки, желание. они они все время в половую жизнь вмешиваются, а вообще действует какое-то радио на человека, все идет через глаза, понимаете? Я хочу вот с человеком говорить, посмотреть, или как такое, подружиться с человеком на работе, а они мне не дают, не дают, и наоборот, все время делают скандалы, что, или же делают расслабление кишечника, только вот покушаешь, все, всю пищу спускают, прям непереработанные ему выходят, вот, теперь другой раз сжимают желудок так, что вот здесь вот чувствуется какой-то вот отзвук какой-то в желудке, понимаете? И идет все, стягивается все внутренности стянутые, вот, почему-то, когда отпускают, то мне легче говорить, понимаете? А когда начинает это воздействие идти, вот эта кислотность какая-то выделяется, чувствую, что у меня язык все время как вот от батареи, от карманного фонаря, и сжимается все и тянется и перехватывает дыхание, дыхание перехватывает все, хочешь вздохнуть глубоко, они этим самым отнимают речь человеку, когда вот они делают этот резонанс, понимаете, так между зубов, как будто бы там что-то такое и есть, но это все обратно же идет от радио и от сопряжения мышц, натянутой мышцы, и такой звук получается. Они вот это радио включают на уши, чувствуешь разговор, не то, что разговор, а их слово долетает раньше, чем я произнесу свое. Они видели процессы, мышление вмешиваются просто очень, они предлагают свои мысли, я все время думаю. Мне сделали вот эти вот фразы, на хулиганство, на дебош, на всякий, я вот в течение трех лет хожу в этом сколон, в этих пределах, и никуда не могу деться. Я хочу идти обратно к своей жизнью, как я жил, чтобы у меня были мышления о жизни, а мне суют, это хулиганство, разврат разный, голову, я освободиться не могу от этого. И такая голова тяжелая и скованная становится, что, ну, просто-таки как чугун, или же это кровяное давление, или же это давление, вот это вот наркозы, что на уши давит, на уши, прям чувствуется, как будто вот здесь трубы, эти идут здесь, это, слуховые, как будто они вот такие вот широкие становятся, раздувается все и на мозг, и в основном на глаза, они стягивают глазные мышцы и получается двоение, и все время вот это вот глюцинация, как они называют это малогабаритный телевизор, говорят, будут смотреть весь народ, и действительно они сделали, что весь народ ходит, глюцинирует и орет друг на друга, и слуховая глюцинация, и зрение глюцинации, то, что я, то, что я сам только живой, только мое, а так ничего нету, голова раз у меня отнята, как говорится, она находится в чьих-то руках под чьим-то введением, как я могу сказать, что у меня осталось, то, что я, то, что я живой человек, только лишь, я подвластный человек, понимаете, я не могу ничего сделать, я вот приду, включу телевизор, не дают смотреть телевизор, понимаете, выключают сознание, или же я засыпаю, или же сердечная деятельность, потому что, когда я не хочу спать, не хочу спать, они меня усыпляют, значит, организм перебарывает, борется все-таки с этим, и у меня, получается, такие сердечные, ну, просто такие, понимаете, психоз такой, невероятный, внутренний, я знаю, что у меня походка была легкая, такая, немного идешь, переваливаешься с стороны на сторону, а сейчас идешь прямой, как будто бы тебе что-то такое заколдовали, и идешь прямо, прямо, и весь стянутся такой, черт знает, что, ну, в привычках, они все в моих привычках изменили, ну, видите ли, они мне, нахальство в меня какое-то вселяют, ну, я стараюсь от этого отойти, ну, невозможно, понимаете, невозможно. Приехали, здравствуй, шиза. Психологическое тестирование выявило у вас легкое посттравматическое расстройство, но шизофрении у вас нет. Стоп, ты, ты что, у меня в башке самые операции сидишь? Безальтернативность мира, безвыходность, скажем так, это тот крест, который я нести не хочу, и когда есть возможность, скажем, поделиться своими знаниями, я делюсь с уважением к любому своему из своих противников. Для меня, например, было сложно собрать материал, я отдал этому 30 лет жизни, у вас этого времени нет, вы можете воспользоваться моей жизнью, разрешать. Это, за версию, что продается, это не полная версия. Еще в данный момент? Какая, какая? На CD версию. На данный момент самая полная? Самая полная. Ну, конечно. Я ее просто периодически обновляю, но просто мне не бывает иногда сил, как говорится, и денег, я не могу ее обновить дальше. А так вообще этот проект пока не убьют. А так вообще этот проект пока не убьют.